Ветеран Великой Отечественной Александра Орлова принимает поздравления. Ей исполнилось 90 лет. Когда началась война, маленькой Саше было всего 11. Наравне со взрослыми девчушка работала в совхозе, трудилась на скотном дворе. С грандиозным юбилеем труженицу тыла лично поздравил глава Красноярска Сергей Еремин. Я от себя, чтобы все-таки девочка всегда должна быть девочкой. Какая красавица. Народная красавица. В следующем году страна отметит 75-ю годовщину со дня Победы. До Великого праздника еще полгода. Но подготовка к масштабным событиям уже началась. Еще в сентябре губернатор Александр Ус утвердил основной план всех предварительных мероприятий. Одно из масштабных событий – создание истории Победы в именах обо всех красноярцах, ушедших на фронт. От горжан уже поступили тысячи заявок. На данный момент в Красноярске и в Красноярском крае нет единой базы. Есть разрозненные сайты, где информация добавляется по-разному. Кем угодно, когда угодно, какая угодно информация. Мы решили взять инициативу в свои руки и создать одну общую базу. Мэр Сергей Еремин сегодня провел совещание о подготовке ко Дню Победы. Он отметил, что особенно важно окружить особое внимание ветеранов войны и привлечь к этому подрастающих красноярцев. Кроме того, праздничные мероприятия будут проходить по всему краю в течение всего следующего года. Следующий год объявлен у нас годом памяти и славы. Поэтому именно год. Мы должны свой, в том числе формируемый календарь событий, сейчас в том числе сквозной линией сопоставить с памятной нашей датой. Обсудили на совещании праздничное оформление города. Чтобы создать красноярцам особое настроение к 75-й годовщине Победы, вместе с мэрией украшать улицы будут и бизнесмены. Анастасия Тиль, Виктория Карлова и Максим Галат. Енисей новости.